Книга «Открытым оком», тема «Работа», вопрос в 2 990. «Есть ли разница в том, когда о своем обращении рассказывает человек с образованием или малограмотный?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Разница есть, но на спасение сие не влияет». 1 Коринфянам 1, 26-29. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых. И немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильная. И незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Давным-давно, когда мы жили в другой стране, могучей советской державе, я ходил в школу с комсомольским значком на груди и очень гордился и своей страной, и комсомолом, и тем, что я жил именно в этой стране, а не какой-нибудь Уганде, где люди еще не знают электричества, или на проклятом капиталистическом Западе, где изверги-буржуи угнетают несчастных пролетариев. А еще я увлекался астрономией. Вечера я проводил над картами звездного неба, а по ночам нередко лазил по крышам, вглядываясь в черную бездну над головой. Я был вооружен мощным морским биноклем, но этого было мало, и я очень сожалел, что моя любимая держава не может сделать для меня настоящий телескоп, хотя бы небольшой, школьный. Многое с детства и юности забылось, но осталось одно воспоминание, которое сегодня поражает меня своей неожиданностью и прямотой. Мысль, которая в те дни часто возникала у меня в голове. Как глубоко проник человеческий разум, восхищался я. «Интересно, кто и как сможет заставить меня поверить в Бога?» Я родился и вырос в неверующей среде. О Боге и верующих людях я слышал только на смешке, дескать, предрассудке, пережитке прошлого. И действительно, я думал, что вот поумирают все старики, которые еще верят в Бога, в церкви ходить станет некому, и они потихоньку сами собой порушатся. Останется на земле только чистое царство науки и прогресса. И кто же, интересно, заставит все-таки меня в Бога-то поверить? Наука и заставила. Вернее, размышления над извечными вопросами. Откуда и как произошла Вселенная, Солнечная система, жизнь на земле, Человек? Что такое пространство и время? Есть ли у человека душа? И почему человек живет в среднем 70 лет, тогда как по элементарным математическим расчетам он должен жить не менее 200 лет? Последней каплей стал вопрос обезьяны и человека. Мне было 24 года, когда я сам себе окончательно ответил «Дарвинский антропогенез – чушь». На дворе был 1990 год. К этому моменту я уже третий год искал Библию или Евангелие. Я думал, что это две разные книги. Тогда меня толкало скорее просто любопытство. Уверовав Бога, я Его воспринимал как некое далекое существо, обо мне не знающие и меня мало касающиеся. Но я понял одно – надо пойти в церковь и покреститься. Сказано – сделано. Меня с радостью поддержал мой старый друг Андрей Лузин. 1 июня 1990 года мы крестились в единственном православном храме города Рубцовска. Старенький батюшка, который, казалось, едва имел силы сам передвигаться, с неожиданной энергией, едва не поотрывав, окунул наши головы в купель. И вот радость! В церковном магазине свободно продавались книжечки Нового Завета, изданные во Франции. Мы купили себе, и я прямо по пути из церкви начал читать. Уж очень не терпелось. Я читал Новый Завет дома, на работе, стоя, сидя, и, наконец, прочитал. И понял, что пока что ничего не понял. Меня спрашивали, усмехаясь, «Ну, что там Бог говорит?» А я мог ответить только, «Братья, живите в любви и мире». С тех пор прошло 15 лет. За это время я еще много раз перечитывал Новый Завет. Прочитал некоторые книги из Ветхого Завета. Но и сегодня еще многого я не понимаю. Мне доводилось встречаться с разными верующими людьми. С американскими миссионерами из Церкви Христа, иеговистами, баптистами, католиками, староверами. Все они были хорошими людьми, но всякий раз, общаясь с ними, в душе возникало чувство отчуждения, кроме староверов. В 1991 году я приехал в Барнаул учиться в пединституте. Я поступил на факультет иностранных языков. Студенты валом валили к американским миссионерам. Но нас мало интересовала Библия. Всем хотелось вживую поболтать на английском. Иеговисты произвели на меня отталкивающее впечатление своей агрессивностью, назойливостью и подчас откровенной ахинеей, вроде их предсказаний точной даты конца света. У католиков понравилось все. Одна только загвоздка. На богослужении меня не покидало ощущение, что все это какое-то ненастоящее, игрушечное. То же самое было у баптистов. Баптистский дом молитвы напоминал концертный зал, куда я пришел не Богу помолиться, а посмотреть концерт участников народной самодеятельности. В 2003 году я работал на стройке, где встретился с молодыми ребятами. Все они были с бородами, а рубашки подпоясывали веревочками. «Это они под старину косят», – подумал я. Но идея косить под старину мне очень понравилась. Вспомнилось, когда мне было лет 10-11, я хотел носить рубашку на выпуск и подпоясывать ее веревочкой. В кино видел. Так раньше носили. Но в детстве я так и не подпоясывался, потому что не знал, как это объяснить. Бороду с возрастом я тоже много раз отращивал, но каждый раз, спустя месяц-полтора, сбривал ее, потому что она надоедала и вообще придавала облику неопрятный вид. Но больше всего мне понравилось то, что эти ребята строго соблюдали пост, поддерживали друг друга и вообще всюду держались вместе. Я в какой-то момент даже подумал, что они все родственники. Оказалось, они из православной общины, где свой строгий устав. У-у-у, как интересно! Но это еще не все. Там у них проводятся занятия, своего рода библейский ликбез. Это же отлично! Знаний-то у меня маловато. Но это еще не все. Кроме барнаульской общины, есть еще деревня Потеряевка, в 150 километрах от города, со своим храмом, священником и также строгим уставом. И живут там только православные. Все это меня радовало и привлекало. Но, видимо, где-то в глубине души я еще не дозрел и оставался в стороне, хотя и работал в бригаде православных и сам стал давно бородатым. Окончательно дозрел я, когда отец Павел дал мне почитать книгу «Моя жизнь во Христе» Иоанна Кронштадтского. Все мысли в голове, до этого беспорядочные и недоделанные, оформились и выстроились. И главное, я знал, куда надо идти. Первое мое знакомство с общиной – Пасха в Потеряевке в 2004 году. Мне, самому выросшему в деревне, все здесь было близко и понятно. Одно казалось радостно непривычным. Здесь никто не горланил пьяными голосами, не смолил табаком. Люди со светлыми лицами утром идут на богослужение, и душа поет. Так вот где ты спряталась-то, настоящая матушка Русь. Весь мир пролетит, полетит в тартарары, а этот островок останется. Разве может здесь появиться мысль о чем-то ненастоящем, игрушечном? За неполных два года в общине я почувствовал, насколько продвинулся духовно. Я пришел совсем пустым, а теперь я основательно подкован. Еще бы, имея рядом таких учителей, как Игнатий Тихонович, Виктор Андреевич или Игорь Добунов, надо быть совсем мертвым, чтобы не сдвинуться с места. Но самое главное, здесь постоянно читается и толкуется Библия, до которой у меня раньше руки редко доходили. А книги Игнатия Лапкина вообще феномен, который надо изучать отдельно. Так и хочется воскликнуть, перефразируя слова известного поэта, читайте, завидуйте, мы из крестовоздвиженской общины. И да продлит Господь эти благословенные дни. Сокольских Валерий Сергеевич, оглашенный телефон такой-то. Стоит старовер, как оживший из притчи, двуперстно с презрением в мытаря тычет. Зашел не каньянин, не нужный, как прыщик. Картина, подобная этой, обычно. Постимся по средам и пятницам вкусно, вино по уставу поставим в устатку, с устатку. Легко нас узнать в написании Иисуса по бороде и по банным порядкам. Не дам десятину с прибытков законных, кто бороду тронет, тем голову с плеч. Уже догадались, я смирный и скромный. За букву готов я костями здесь лечь. Служба длинней сериала любого, а пение тягучей сверхлучшей резины. Мы лучшие, первые будем у Бога. Любой не каньянин дешевле мизинца. Приверженность наша седой старине да будет известна и нашим потомкам. Теряем мы, правда, девчат и парней, легко вымывается мирским их потоком. Смущает нас Библия в их переводе с удвоенной и написания Иисус. Библия есть, и как нет ее вроде, пылилась сто лет, полежит, еще пусть. Я не такой, не сравни с голытьбой, иконы целую, говею примерно. А может, пред Богом давно ты ногой? Богослужение хуже, чем скверно? Оправданный больше чужой не каньянин? Да быть-то не может ошибка в программе, что из того, что частенько я пьяный, зато я исправна при батюшке в храме. Неправда, поклеп на меня фарисея. Я так же молюсь, как Иисус на иконе. Пусть мытарь из притчи нам басни не сеет, заглянет еще, мы в три шеи прогоним. 7 февраля 2006 год, игла.